Зачем? Ну, чтобы доснять еще больше, чтобы больше раскопать. Ну, вы же пошли туда второй раз после того, как вас уже выгнали. Ну, да. Мы сняли все, что мы хотели. У меня сложилось определенное отношение к этому, к эффекте. Это эффект, который абсолютно деструктивный. Я являюсь православным верующим. Я считаю, что это просто деструктивит, особенно православие, РПЦ полностью. А может быть, вы более-менее представляете себе, кто эти люди, которые окружают лжеигумена? Слушайте, давайте так. Смотрите, вот отец Сергий был в уличном пространстве, появился как духовник Натальи Поклонской. Наталья Поклонская уже открестилась от него, потому что она поняла, что это не только запасный терроризм. Ну, это не имеет отношения к православию, понимаете? Это не очень христианское политик. Все люди сюда приходят и говорят, что мы хотим пообщаться с Ассом Сергием. И просто спортивные ребята, курки, реально, вы видели эти кадры. Заломывают руки, ломают руки. Ну, как так? Даже Наталья Поклонская уже сказала, что все, я больше с ним не общаюсь. Ну, это невозможно. Да, Сергей, спасибо большое. Сергей Держингов был с нами на связи. Режиссер, оператор, который, собственно, работал с Ксенией Савчак над этим фильмом. Ну, что говорит сама? Я больше всех пострадал в потасовке, потому что ему сломали руку. Мы очень надеемся, что все срастется, все будет хорошо. Сергей будет здоров. Все срастется во всех смыслах этого слова. А что говорит сама Ксения Савчак по поводу этого падения? Мы пришли с нашей героини, нашего фильма. Пришли навестить могилку ее матери. Мы гуляли там. Она нам показала дорогу к этой могилке. На территории храма заборов никаких не было. Никаких ограждений не было. Мы подошли к этой могилке. После чего к нам подошла группа людей такого бандитского вида. Огромные бугаи стали нас выталкивать с этого гладбища. Как бы в сторону площади этого храма. Там они меня толкнули и удерживали на земле. В этот момент стали избивать режиссера нашего фильма, Сергея Ершенкова. Отобрали его камеру. Еще несколько человек стали избивать героя нашего фильма, Филиппа, который как раз рассказывал о том, как над ним издевались. В этом монастыре, когда был ребенок, сидел в машине. Они украли у нас нашу камеру дорогую. Ну, я не знаю, украли или не украли, но они ее не вернули до сих пор. Там не материалы нашли.